Исполняющий обязанности главы администрации города Владимир Захаров в очередной раз обратил внимание на своевременную уборку снега с крыш домов и сооружений. Внимание на крыши, потому что снег тяжелый и есть вероятность частичного разрушения там или схода снега и последствия будут весьма необратимы. Сегодня было совещание с губернатором. Случай такой был в одной из школ райцентра нашей области. Обрушение кровли частично произошло из-за снега. Очень был возмущен губернатор, потому что мы все понимаем, что есть ветхие кровли, но без ветхих кровель снег должен убираться регулярно. Это пока ситуация наиболее опасная с кровью. Знаю я узкие моменты, которые есть в Берске. Поверьте мне, есть чем тут нам позаниматься. О деятельности отдела МВД по Берску отчитался начальник Владимир Соколов. За неделю зарегистрировано 434 сообщения о происшествии в книге учета. Из них 18 преступлений. Раскрыто 8 преступлений. Зранее нераскрытых 4. Нераскрытыми преступлениями остались хищения личного имущества граждан. За неделю допущено было совершение тяжких телесных повреждений. Лицо установлено, задержано, арестовано. Директор управления гражданской защиты Василий Пономарев в ходе своего доклада в первую очередь успокоил собравшихся в связи с полетами вертолетов над Берском. Сейчас слышали, летают вертолеты. То есть это все планово. С понедельника по пятницу на территории аэродрома армейская авиация отрабатывает свои вопросы. Поэтому прошу жителей, чтобы они не волновались. В том числе в планах у них есть и ночные полеты, отработки, взлета, посадки в ночных условиях. Поэтому прошу иметь в виду. Кроме того, Пономарев отметил и об опасности нахождения на льду. В основном это касается рыбаков. В связи с обильным снеготаянием, а тем более, что сейчас будут увеличиваться сбросы из водохранилища, поэтому опасность возникновения провалов под льдом возрастает в два раза. Поэтому выезды однозначно запрещены. Выходы пока ограничений нет, но при дальнейшем развитии обстановки и уменьшению ледяного покрова, а это увидеть в поступлении воды и так далее, тогда и выход будет запрещен. Пять пожаров было зафиксировано сотрудниками противопожарной службы. Отметил в своем докладе заместитель начальника отдела по надзорной деятельности Руслан Безносенко. В то же время он попросил принять необходимые меры по бесхозному строению, предназначенному под снос по улице Комсомольская, 12. Загорается в основном мусор внутри данного строения, поэтому предлагаю все-таки рассмотреть вопрос по принятию мер по ограничению доступа посторонних лиц внутрь данного здания. Исполняющий обязанности главы Бердска Владимир Захаров отметил, что будут приняты необходимые меры по ограничению доступа в данное строение. Особое внимание на совещании было уделено работе, проводимой по вывозу снега из подтопляемых территорий, о которых отчитался директор управления жилищно-коммунального хозяйства. На сегодняшний день в рамках противопаводковых мероприятий силами Центра муниципальных услуг проводятся следующие мероприятия. Очищены от снега и наледи все внутриквартальные проезды. Патронная очистка будет проводиться по мере выпадания осадков. С 26 февраля начаты работы по сдвиганию снега в районе микрорайона Южный. Выполнено порядка 20% от общей площади, подтверждающей гуртованию. Вывоз снега с мест подтопления, согласно утвержденным уклонами, производится силами Центра муниципальных услуг и подрядчикам. Контракт на 18 тысяч кубических метров. Всего вывезено на сегодняшний день 2800 кубических метров снега. 207 километров составляет муниципальная маршрутная сеть города, отметила в своем докладе начальник отдела транспорта Надежда Нятина. По ее словам, процент выполнения рейсов по муниципальным маршрутам стабилен. В то же время она сообщила об изменениях в некоторых маршрутах. 50 марта у нас произойдут следующие изменения в маршрутной сети. Автобусы маршрута номер 4 будут следовать до нового отделения стоматологии, которое расположено на улице Пушкина, район химзаводской поликлиники. Маршрут будет следовать через улицу Лунная, Красная Сибирь, военный городок и далее по Ленино, улице Кирова до установки Медсанчасть 129, что позволит без пересадок жителям микрорайона добраться до отделения новых ЦГБ. Также увеличится количество автобусов по маршруту номер 1. Увеличение составит на 1 единицу и будет следовать 7 автобусов по маршруту. Интервал составит 8-9 минут. Добавятся вечерние и утренние рейсы. Наступившая оттепель внесла свои неблагоприятные коррективы и в деятельность медработников. Из-за таяния снега днем и минусовой температуры ночью на дорогах образуется гололедица, которая приводит к травмам. Зафиксировано в воскресный день было две гололедные травмы в режиме онлайн. Сразу же были переданы в администрацию города Берская, ВГУ и МЧС. Одна госпитализации. Сегодня эту информацию еще раз продублировали. Также обслуживала скорая медицинская помощь в воскресенье, спортивные мероприятия и общегородские мероприятия, посвященные празднику. Было одно обращение, связанное с артериальной гипертензией. В ходе совещания были обсуждены и другие вопросы, касающиеся социальной, культурной и спортивной сфер жизни города. Исполняющий обязанности главы Берцка еще раз призвал все службы города относиться более ответственно к возложенным на них обязанностям. Продолжение следует...